Небольшое замечание, прежде чем мы начнем. В данном эпизоде звучат нецензурные выражения и также обсуждаются темы, которые не предназначены для маленьких детей. Добрый день. Здравствуйте. С газом, без газа? Да, кока-кола и сок. Спасибо большое. Хотите кофе? Есть капучино, эспрессо? Да, я возьму эспрессо, пожалуйста. Два. Два двойных эспрессо. Конечно, два двойных эспрессо. Спасибо, Данке. Битышон. Сейчас вечер пятницы, январь 2020 года. Ясу же в небольшом элегантном конференц-зале на столе ваза со свежими зелеными яблоками. Я нахожусь на втором этаже отеля Кокенхоф. Это красивое здание с остроконечной крышей, расположенное в пригороде Ганновера в Германии. В таком отеле вполне бы мог оказаться герой романа Джона Макрея. Это лизящный, расположенный в стороне от популярных маршрутов. Типичный европейский стиль. Мы с Генри прилетели в Берлин позавчера и доехали сюда на поезде. Мы очень устали, но нас поддерживают в тонусе кофеин и разыгравшиеся нервы. Я думаю, что ему лучше сесть здесь с тобой напротив окна, а я сяду сюда. Для меня все это началось около десяти лет назад, с небольшой загадки. А теперь мы здесь в Ганновере. Когда мы связались с Клаусом Майной по поводу интервью, он четко сказал нам арендовать именно этот конференц-зал, именно в этом отеле, именно в это время, именно в этот день. Вчера вечером мы сели в поезд до Ганновера сегодня на такси добрались сюда. Кажется, здесь никого больше нет, кроме немногочисленного приветливого персонала. Других постояльцев нет, здесь буквально никого. Ты сядешь здесь? Да. Я тут, а он там. Да, думаю, так будет хорошо. Я хотел бы сесть посередине, чтобы у вас было ощущение беседы с глазу на глаз. Войдите. А, кофе, спасибо. Это вам. Ты как? Немного волнуюсь. У нас тут интервью меньше, чем на час, а я нервничаю. Производство Pineapple Street Studios, Kroket Media и Spotify. Это подкаст «Ветер перемен». Меня зовут Патрик Радан Кив. Эпизод восьмой. Здравствуй, Клаус. Когда-то давно я работал над статьей для Нью-Йоркера о расследовании ФБР. Один агент тогда сказал мне интересную вещь. Если ФБР начнет копать под вас, для начала оно будет хотеть, чтобы вы не знали, что оно копает под вас. Например, за вами организуют слежку или начнут прослушивать телефон. Но все это будет сделано тайно. Затем в какой-то момент они перестают сновать вокруг да около. Вас могут вызвать в суд или кто-то придет к вам домой. Эту фазу агенты ФБР называют «вскрытие». До этого момента они работают тихо, скрытно, незаметно. И вот внезапно они выходят из тени. Работая с журналистом, иногда я вскрываюсь рано, иногда поздно. Сегодня в интервью с Клаусом я вскроюсь очень поздно. Возможно, вы задаетесь вопросом, почему я не позвонил ему раньше, когда только начал свое расследование. Почему все это время оставался в тени? Ответ таков. Я хотел собрать как можно больше доказательств, прежде чем встретиться с ним, включая даже косвенные доказательства. Конечно же, когда я говорил с Майклом, он был уверен, что Клаусу уже все известно. Но ты же понимаешь, что док, скорее всего, все ему сообщил. По словам Майкла, док Магги позвонил Клаусу, как только мы покинули его особняк во Флориде. Кому ты думаешь, он позвонил в первую очередь? Ты думаешь, он предупредил его? А как ты думаешь? Забавно, что когда мы с Майклом говорим на эту тему, я иногда завидую ему. Завидую его уверенности. Потому что чем больше доказательств мы собираем, чем больше я беру интервью, тем более непонятным становится это дело. Например, я, возможно, готов поверить, что московский фестиваль не был спецоперацией ЦРУ. Но до сих пор не могу избавиться от чувства, что в официальной истории что-то не сходится. Что-то не чисто с доком Магги. Я просто не знаю, что именно. В то время как Майкл, напротив, абсолютно уверен, убежден во всем. По его мнению, я могу вскрыться когда угодно, потому что Клаусу, несомненно, уже все известно в деталях о том, что мы делаем. За неделю с того момента, как Клаус согласился на интервью, я часами пытался проиграть все возможные сценарии нашей беседы. Если эта история правда, будет ли он паниковать? Будет ли это тем самым моментом, когда его тайное прошлое наконец-то настигнет его? Есть вероятность, что он возьмет, да и расскажет все как на духу. Но я что-то сомневаюсь. Более вероятно, что он попытается уклониться от ответа, станет все отрицать и при этом будет вести себя максимально спокойно. Но если все-таки это правда, то, как я предполагаю, по окончании интервью, он обязательно позвонит кому-нибудь, как считаете, своему куратору или с кем-то он поддерживал связь. Также существует вероятность того, что ЦРУ приложила руку к созданию Windows Change, но Клаус никогда не догадывался об этом. Наиболее эффективный вид пропаганды тот, когда объект движется в установленном вами направлении по причинам, которые он считает его собственными. Это Фрэнсис Тонер Сондерс, автор ставшей классической книги о ЦРУ и культурном фронте холодной войны. И давайте не забывать, что Нина Симон сошла в могилу, так и не узнав, что она была использована ЦРУ для введения пропаганды в Нигерии. Есть еще третий сценарий, который заключается в том, что я не прав, что вся эта история лишь плод чьей-то фантазии и нагромождение бредовых слухов. Майкл говорит, что это невозможно, и я на 90 процентов уверен, что в ней действительно есть доля правды. Есть вероятность, что мы оба неправы. Если так, то мне кажется, Клаус разозлится. В конце концов, «Wind of Change» — это самая успешная песня его группы, а я, представьте себе, дерзаю предположить, что он всегда врал о ней. Более того, приписал себе чужие заслуги. Я бы пришел в бешенство. И все-таки главное, что я сейчас чувствую, это непомерное возбуждение. Годами Клаус Майна представлялся мне кем-то типа волшебника страны Оз. И учитывая все мои усилия узнать о нем как можно больше, похоже, будто я шпионил за ним, пытаясь собрать факты его биографии в это единое нелепое досье. И вот, наконец, я встречусь с ним лицом к лицу. Проверка микрофонов. Раз-два, раз-два, раз-два. Проверка, проверка, проверка. Мы слышим шуршание гравия. Это во двор въезжает машина. Небольшой мерседес темно-серого цвета. Из него выходит мужчина в кожаной куртке с длинным шарфом в солнечных очках и кепке с козырьком, надетой задом наперед. Я предполагал, что в свой выходной день в своем родном городе Клаус Майна и Скорпионс не будет одет, как Клаус Майна и Скорпионс. Но он пришел при полном параде. Еще минута и он входит в комнату. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Клаус Майна. Вы до сих пор живете недалеко отсюда? Не очень далеко, но на автобусе долго добираться. Дорога перекрыта. Вот как? Ну да. Многие из вас все еще живут в Ганновере? Только Матиас, я и Рудольф. Понятно. Но он сейчас в Таиланде. Правда? Да, пишет новые песни. Пишет? А как же? Потрясающе. Хорошо, хорошо, хорошо. Да, а вы, парни, откуда приехали? Из Нью-Йорка. Из Нью-Йорка? Да, да. Вот этот момент, когда Клаус начал подозревать, что что-то не так. Он посмотрел на меня, будто... Только ради этого? Да, чтобы встретиться. Не может быть. Правда. Не может быть. Точно так. Еще мы... Мы были... Видели вас в Киеве. Видели шоу в Киеве. Вы приехали посмотреть на нас в Киеве? Да. Понравилось шоу? Да, хороший концерт. Мы были в первых рядах. Нет, серьезно? Да, да. Было весело. А вам понравилось? Да, очень. В прошлом году было много концертов. Киев был ближе к завершению тура. Когда вы, парни, снова едете? Я отправляюсь в районе 13-го. Первый концерт в Мельбурне, 19-го. Едем по Австралии, Новой Зеландии, Индонезии. Выступим в Джок Якарте, Сингапуре. И последний концерт будет в Маниле. Впечатляет. Да, это будет потрясающее турне. Мы садимся за стол друг напротив друга. Здравствуйте, Клаус. Добрый день, Патрик. Я расскажу немного о том, чем мы занимаемся. Мы изучаем рок-н-ролл и период конца Холодной войны, как по части музыки, так и по политической части. Так, изучаем Московский фестиваль мира подробно. Обязательно спросим об этом. Ага. Еще нас очень интересуют песни Windows Change. У нас куча вопросов о Windows Change. Хорошо. Мы много где побывали, например, в России. За железным занавесом люди живут аморально. Мы встречались со Стасом Намином. В результате они написали песню. Она вдохновлена этим местом. Мы поговорили с фанатами, с теми, кто был на фестивале. Этот самолет, о боже, почти все на борту были в стельку пьяны. Мы взяли интервью у Дока Маги. Королям всегда хотят рубить их чертовы головы. Мы хорошо провели время. Нам есть много, что обсудить. Но для начала я подумал, не могли бы вы рассказать мне, каково это вырасти в разделенной стране во время Холодной войны? Мы чувствовали особый настрой. Понимаешь, поколение наших родителей заново отстраивало страну после Второй мировой войны. Я рос в Западной Германии. Тогда я, конечно, не особо интересовался политикой и всем этим. Но у нас были хорошие, теплые отношения в семье. Родители были рады тому, что живыми вернулись домой и пережили все те годы нацистского режима. Легко забыть, сколько на самом деле Клаусу лет. Он родился почти три года спустя после капитуляции к Германии во Второй мировой войне, в которой Германия и Россия были заклятыми врагами. Чувствовалось, что родители будто искали облегчения, пытались заново научиться видеть красивую сторону жизни. К тому времени, как Клаус начал играть в группах, уже была возведена Берлинская стена, Германия была разделена. Если вы выезжали на автобан недалеко отсюда, то до пропускного пункта оставалось 100 километров, а за ним уже была ФРГ. Они с друзьями нагружали свой фальсвагеновский фургон оборудованием и ехали в Западный Берлин на концерт. Было реально страшно. Все было так близко. Мы находились между двумя сильными державами, США и СССР. Мы были ровно посередине. Западный Берлин был островком посреди ГДР. Клаус всегда считал, что ему очень повезло родиться по западную сторону этого разделения. Мы росли с Элвисом, джинсами и Кока-Колой. Да, в то время как у них были Никита Крущев и Штази. Клаус мечтал выступить за железным занавесом, но не мог получить разрешение на выступление в Восточной Германии. Они боялись, что рок-н-ролл повредит им, потому что рок-н-ролл – это голос свободы. Да. Так ведь, да? Скорпиенс так никогда и не выступили в Восточной Германии, хотя она и была близко. Но они поехали в Венгрию в 1986-м. Оттуда было рукой подать до России. Клаус вспомнил, как за год до Московского фестиваля мира они должны были сыграть пять концертов в Ленинграде, а потом еще пять в Москве. А за два дня до начала тура они отменили концерты в Москве. Возможно, подумали, что много рок-н-ролла на Красной площади – не такая уж хорошая идея. Нас знали по всей России. Были фанаты, которые 10 часов ехали на поезде из Сибири. Многие уже знали нашу музыку. Если послушать Клауса, то музыка Скорпиенс распространялась почти как уличные наркотики. Официально негде было услышать их музыку, но по всему Советскому Союзу молодые люди приобщались к ней. Знаешь, словно что-то запрещенное, будто в кино тайные агенты встречаются в темноте и один такой «Вся ваша музыка – прямая поставка из западного Берлина». И по некоторым признакам мы поняли, что в Румынии было то же самое. Да, у них был доступ к аудиокассетам и тому подобному, но людей задерживали и сажали в тюрьму. Просто за прослушивание музыки Скорпиенс. Они сажали их в тюрьму. Я подумал, пока Клаус рассказывал все это, неужели это самая легкая часть интервью? Клаус не знает, к чему я подвожу, но он уже проговаривает ту логику, которой могло руководствоваться ЦРУ, используя музыку Скорпиенс в качестве оружия. Наша музыка представляла для них угрозу, потому что их молодое поколение само тянулось к так называемому «яду запада», «яду Скорпиенс». Мы же скорпионы, понимаешь? Во время тура 1988 года КГБ следовало за ними повсюду. Однажды, вернувшись в отель, они обнаружили, что кто-то рылся в их вещах. Наши чемоданы и вещи были перевернуты с ног на голову. Как ты думаешь, что они искали? Я не могу сказать точно. Ваши тексты ведь не были политизированы, как, например, у Боба Дилана. Вы не пели политических песен? Нет. Но решение приехать и сыграть эту музыку было политическим актом само по себе, сказал Клаус. Да, за этим стояла политика, но политика в песнях у нас была и до выступления в Ленинграде. Песня «Кроссфайр». Понять, что мы не хотим воевать. Понять, что мы слишком молоды, чтобы умирать. Понять. Она была о том, каково это находиться между супердержавами, находиться под перекрестным огнем. Но ты прав, мы никогда не стремились писать песни политического характера и все такое. Мы рокеры, понимаешь? Мы встряхнем вас, как ураган. Ну же, давайте зажжем. Россия. Когда вы сошлись с Доком Маги? Где-то во второй половине 80-х. Клаус сам заводит разговор о тайном прошлом Дока, но быстро меняет тему. Мы мало знали о его прошлом, о его связи с наркотиками. Мы просто понимали, что он очень успешный менеджер. Мы не знали, когда пришли к нему брать интервью, что за годы фестиваля в Москве он дважды в месяц ездил в Россию, уходил в Кремль, вел переговоры по организации концерта. Да-да, он все это делал. Когда я спросил о фестивале в Москве, Клаус рассказал об ощущении дикого диссонанса между огромной символичностью мероприятия, его значением, которое Scorpions понимали, и поведением остальных музыкантов. Он вспомнил Баха и его окружение. Оззи обмочился или что-то вроде того. Они вообще не понимали, зачем мы все туда поехали. Он усмехнулся, вспоминая солиста группы Скидроу, того, что в роликах MTV смеялся над акцентом Клауса. Помню, как Себастьян Бах, мой дорогой друг, когда зажгли Олимпийский огонь, выбежал на сцену с криком. «Ну же, сукины дети!» «Боже мой!» Скорпионс были старше, а еще они немцы. Мы все воспринимали совершенно по-другому. Ну да. Для нас это был очень волнительный момент. Хотя бы из-за того, откуда мы и наши родители. Мой дядя сидел в танке под Сталинградом, так на секундочку. «Это правда?» «Да. А потом мы поехали на ту речную прогулку. Там были музыканты, журналисты, MTV, русские солдаты, СМИ со всего мира. Все хотели быть частью этого. На той речной прогулке был весь мир. Весь музыкальный мир собрался на том теплоходе. Русские группы, немецкие группы, американские, английские, российские солдаты, Красная Армия. И было такое ощущение, что целый мир собрался на теплоходе. На одном теплоходе целый мир, говорящий на общем языке, языке музыки. И было это понимание, что мы все разные, но музыка нас объединяет. Это был крутой момент. Я думаю, оглядываясь назад, что этот момент вдохновил меня на написание песни «Wind of Change» «Ветер перемен». И про какие это перемены? Какие перемены вы ощущали вокруг? Для меня перемены были достаточно очевидны. Ведь за год до этого мы не смогли сыграть в Москве. Нас не пустили играть в Москве. Когда они вернулись, чтобы сыграть на фестивале в Москве, на стадионе присутствовали русские солдаты, чтобы сдерживать толпу. Но когда выступали «Скорпион», сказал Клаус, «солдат настолько накрыло музыкой, что они стали махать руками и танцевать, и подбрасывать шапки в воздух». Это было так, будто мир меняется у меня на глазах, здесь и сейчас. Это можно было увидеть, почувствовать. И все это только благодаря музыке. Итак, что нам известно? Нам известно, что ЦРУ с самого своего основания понимала и использовала всю мощь музыки. И это не только в случаях с Марлен Титрих и Ниной Симон. Из рассказа Роуз мы знаем о том, что управление чествовало какого-то рок-музыканта за его вклад в работу по распространению информации в период Холодной войны, и что правительство США проводило программу, где участвовали Дэйв Хэс и Нити Гритти Дёрт Бэнд по продвижению рок-музыки в СССР. Мы знаем, что «Скорпион» имели особое влияние на молодежь с железным занавесом, а также то, что менеджер «Скорпион» с Док Макки был частью международного наркокартеля, куда входил и работавший на ЦРУ Мануэль Нарьего, помогавший им отмывать деньги. И Док – тот, кто не попал за это за решетку. Каким-то образом ему удалось выпутаться, и годом позже, когда он часто наведывался в Кремль, он организовал этот большой концерт в Москве. А сразу после концерта «Скорпионс» записывают эту песню, которую, как седобородый человек сказал Оливеру, на самом деле написала ЦРУ. Когда мы просим Оливера еще раз рассказать нам эту историю, он отказывается, так как это будет преступлением, и он попадет в тюрьму. А когда мы связываемся с ЦРУ, чтобы уточнить, если у них какие-либо связи со «Скорпионс», нам отвечают, что эту информацию не могут ни подтвердить, ни опровергнуть. Нам также известно еще об одном человеке – Лэнси Спатники, который независимо от Оливера рассказывает очень похожую историю о том, что «Скорпионс» тайно работает на ЦРУ. И вот сейчас, без какого-либо давления с моей стороны, Клаус говорит про силу музыки. Теперь я хочу надавить на него и узнать, когда и при каких именно обстоятельствах была написана песня «Wind of Change». Кстати, мы слышали множество версий о том, когда именно вы написали эту песню. Вы не придумали ее прямо там? Начали писать ее по приезду домой? Да, я понимаю, о чем ты. Док говорил в некоторых интервью. Помню, как Клаус, сидя сзади в автобусе, насвистывал «Wind of Change». И это очень хорошо помню. Это не правда? Нет, Док, это не правда. Так как это было? Вы приехали сюда? Я приехал сюда, недалеко отсюда. Я был дома, в своей небольшой студии, и... Тогда ему как раз подарили синтезатор «Ямаха». И когда я вернулся из Москвы, я просто развлекался с моей новой игрушкой. Просто развлекался. И к концу дня уже сочинил «Wind of Change». Именно на этом... На синтезаторе? Да, DX7. На синтезаторе. Просто подбирая ноты. Да, просто развлекался. Просто получал удовольствие. Музыка и слова пришли очень быстро. Хотел спросить, слова появились первыми? Нет, все пришло вместе. Августовский летний вечер. Мимо проходят солдаты. Когда я придумал строки «Августовский летний вечер, мимо проходят солдаты», я сам только тогда понял, что это навеяно недавними концертами. Значит, концерт был в августе 89-го, стена упала в ноябре 89-го. Вы написали песню где-то между? Я написал песню в сентябре. До падения стены. Я буквально вчера для Дома истории здесь, в Германии, в городе Бонни. У них будет это... Как же это будет по-английски, когда выставляют... Выставка? Выставка, да. Называться будет вроде бы «Хиты и гимны». Они попросили у меня первоначальный текст. У вас он остался? Да. Вау. Я бы хотел посмотреть. Вы от руки писали? Да, от руки. Но что еще лучше, я поставил там дату написания. И это был сентябрь? Это было 3-е или 4-е, а может, и 3-е, и 4-е сентября 1989-го. 89-го. Невероятно, что вы написали это, когда еще стена даже не упала. Именно. И поэтому на маленьком колочке... Он на маленьком... Я записал его в тетрадь с Микки Маусом на обложке. Там Микки Маус был на обложке. Правда, вы в тетрадь с Микки Маусом? Это была ваша книга с текстами песен? Да, да, именно. И, что хорошо, я поставил там дату. Это и делает текст таким особенным. Не слишком ли сильно он заостряет внимание на этой детали? Не слишком ли он чайно пытается объясниться? Это не так, что... Некоторые вещи я изменил позднее. И припев отсутствует, например. Но большая часть голоса, автора куплет, они уже там есть. Клаус напоминает мне о том, что когда они были в Москве, фанат подарил ему традиционную русскую гитару. И он вписал ее в песню. И я написал про балалайку. Про нее есть в тексте. Пусть твоя балалайка сыграет то же, что моя гитара хочет сказать. А свист вы тогда уже придумали? Ага, да. Вы всегда знали, что там будет свист? С того момента, как впервые подобрали мелодию? Я сразу это придумал, еще дома. Придумал еще тогда. Это потому, что я не ведущий гитарист, понимаешь? Да, я играю на гитаре лучше, чем на фортепиано, но я подбирал ноты на пианино. Звучало хорошо. Но все-таки насвистывало, потому что рядом не было никого, кто бы мог сыграть такую интересную мелодию или что-то типа нее. Насвистывание появилось только потому, что я тогда не мог придумать ничего лучше. Когда он писал эту песню, сказал Клаус, у него и в мыслях не было, что он создает что-то такое, что в итоге будет иметь настолько сильное влияние. У меня было ощущение, что это может быть чем-то особенным. Ага, но я не знал, что в ноябре падет стена, не знал, что эта песня однажды станет чем-то вроде гимна для людей Запада и Свостока, гимном объединения, конца коммунизма и всего такого. Даже не думал об этом. Мне просто нравилась песня. В 1991 году группу снова пригласили выступить в России и спеть песню уже в самом Кремле. Декабрь 91-го. 14 декабря 1991-го. 11 дней спустя флаг Советского Союза будет спущен с Кремля, и сам Советский Союз станет историей. Горбачев приглашает вас в Кремль, вы приезжаете в Кремль и поете там «Wind of Change». И 10 дней спустя флаг спускают. Да, спускают с Кремля. Да, это еще один пример того, как прямо на наших глазах творилась история. Да, это потрясающе. Я спросил Клауса о том времени, когда он, будучи в отеле в Мемфисе, встретил женщину из ЦРУ, и о том, как она попросила его насвистеть в «Wind of Change». И он ответил, «А, да, это была забавная история. И только потому встретился с этой женщиной, что мне позвонили и попросили это сделать». Звонок был от дока МакГи. И потом снова док МакГи позвонил мне прямо в мой номер. Эта женщина, сидя прямо передо мной, сказала, «Клаус, приятно познакомиться. Насвестите, пожалуйста, «Wind of Change» для меня». Причина, по которой меня интересовала эта история женщины из ЦРУ, в том, что... Пришло время вскрываться и спросить Клауса напрямую от ЦРУ. Вернемся к этому после паузы. Клаус не притронулся к еде или напиткам, которые мы ему заказали. Но он кажется расслабленным, откинувшись в своем кресле. Будто он хорошо проводит время. Или, по крайней мере, не против того, что мы его расспрашиваем. Но теперь пришло время спросить его, был ли он когда-либо агентом ЦРУ. До нас дошел слух, что существует какая-то связь между ЦРУ и вашей группой. Нет. Вы когда-нибудь слышали что-то подобное? Нет. Нет? Нет. Нет. Вы никогда об этом не слышали? Никогда. Связь между ЦРУ... Какая-то связь. И нами? В частности, какая-то особая связь между ЦРУ и вашей песней Wind of Change? Нет. Вы серьезно? Ну, расскажите мне об этом. ЦРУ якобы как-то связана с написанием песни. Каким-то образом. Нет. Да. Ну, бросьте. Вы никогда об этом не слышали? Нет, никогда. Вы удивлены? Очень удивлен. Это что-то новенькое. Расскажите поподробнее. Нет. Нет. Вот в чем штука. Слух дошел до нас от человека, который работал в ЦРУ. Так. А он, в свою очередь, услышал его от другого человека из ЦРУ. Таким образом, в ЦРУ определенно есть люди, которые рассказывают историю о том, что существует связь между управлением и вашей песней. Я понял. Кажется, он нисколько не взволнован. Или, если и волнуется, то очень хорошо это скрывает. Это дико. Я никак не могу представить себе, как эта песня может быть связана с ЦРУ. Я тоже так думал. Но потом, когда я впервые услышал об этом, мне тоже показалось это бредом, полной бессмыслицей. Это было так, что, мол, они приписывают себе ваши заслуги. То есть, они якобы хотели приписать песню себе в заслуге? Ага. Поэтому изначально я сказал, что это бред, какая-то бессмыслица. Но потом я провел расследование. И, знаете, если присмотреться, то можно действительно проследить, как ЦРУ продвигала западную музыку за железный занавес, потому что они считали, что это хорошо. За железный занавес? Да, потому что они считали, что это хорошо для демократии, хорошо для Запада, и плохо для коммунизма, плохо для СССР. Как мы об этом и говорили чуть раньше. Именно. Это будто голос свободного мира. Так что, с одной стороны, Клаус говорит, что ничего не знает ни о чем из этого, а с другой, да, в этом есть своя логика. Так что, если бы у ЦРУ была песня, и возможность отправить музыканта с этой песней за железный занавес, в этом был бы смысл. Вот именно. Это кажется немного диким, когда задумываешься об этом, но, с другой стороны, это аргумент к разговору о том, что музыка обладает особой мощью. Именно так, в широком смысле, в широком смысле этого слова. И музыка помогает, как же это сказать, проникать, проникать, внедрить. Внедрить, да, внедрить. Она просачивается внутрь, и вот внезапно полуроссийно свистывает уиндов ченч, и сами не знают почему. Но ты вообще серьезно? На полном серьезе? В этом-то и дело. Вы точно уверены, что никогда об этом не слышали? Никогда. Никогда об этом не слышал. Значит, это точно не правда? Вы точно уверены, что песня никак не связана с ЦРУ? Не связана. Может, кто-то пришел к вам и предложил... Если это их песня, то я что, просто сочинил ее для них? Может быть, я секретный агент? Клаус, должен сказать, я сам задаюсь этим вопросом. Уже долгое время задаюсь им. Так вы не секретный агент? Нет. И точно нет никакой связи между песней ЦРУ? Нет. Нет. Совершенно точно. Нет. Единственная связь – это мое насвистывание той женщине в отеле в Мемфисе. Да, это важный момент. У меня есть невинное объяснение странной истории с насвистыванием. А, история хорошая. Я вот о чем. Если предположить, что внутри ЦРУ, правда это или нет, работают люди, которые считают, что ЦРУ сыграла какую-то роль в написании этой песни, то можно и правда объяснить желание этой женщины. Эй, просвести-ка для меня. Понимаете, о чем я? Сразу появляется другой смысл. А, да-да, точно. И так как мы изучали историю этой песни и еще другие детали, мы официально просили ЦРУ ответить на некоторые вопросы. Но некоторые они ответили – нет, это неправда. Мы также официально спрашивали их через форму на сайте, были ли у них отношения со Скорпиенс, связи между ЦРУ и Скорпиенс. Они ответили нам, что на этот счет не могут нам ничего не подтвердить, ни опровергнуть. Серьезно? Вы серьезно? Помогите мне разобраться в этом, Клаус. Понимаешь, спустя столько лет услышать такую историю – это правда что-то. Я думал, что я слышал уже все истории, связанные с «Wind of Change». Мы с Клаусом просто сидим, уставившись друг на друга, и улыбаемся. На наших лицах загадочные ухмылки. С одной стороны, он не помог мне ничего прояснить, не сказал по сути ничего. С другой стороны, мне кажется чем-то дико катарстическим то, что я могу просто взять и рассказать о всех этих зацепках и деталях, которые заводили мне в тупик многие годы самому Клаусу Майне, солисту группы, и видеть, что он тоже не может их объяснить. Я просто стараюсь понять, как могли развиваться события. Я думал, может… Ну, потому что мы выступали в Венгрии и потом в России в 88-м, может какая-то связь с ЦРУ была именно тогда? Возможно, даже не в связи с песней. Просто потому, что вы бывали в таких местах, куда у других западных групп не было возможности поехать в то время. Понимаете? Да, да. То есть вы никогда не передавали тайно какие-то документы или что-то такое? Нет, нет, нет. Вы бы сделали это, если бы вас попросили? Что? Вы бы сделали, если бы вас попросили? ЦРУ? Да. Интересный вопрос. Мне действительно нужно подумать. Никогда не думал про это. То есть… От таких мыслей взрывается мозг? Да. То есть это все в целом… Ух, немного безумия. Может быть, вы сами из ЦРУ? Очень хороший комментарий. В этом вся проблема. Когда начинаешь думать о таком, начинает казаться, что все люди работают на ЦРУ. Да, я понимаю, это жутко. Я просто пытаюсь понять, почему так получилось, что люди из ЦРУ просто говорят «Миндов Ченч?» А, да, это наших рук дело. Почему так? А еще мне интересно, может ли это быть связано с продвижением аудиозаписей? Не с написанием песен или чего-то подобного. Может быть, они просто услышав эту песню подумали «Это нам подходит». Молодые люди слушают эту музыку. По большому счету, песня о том, что все изменится очень скоро. Да. Это показательно в том смысле, что музыка обладает такой большой силой, есть просто музыка, которую мы слушаем иногда по радио, под которую мы танцуем, занимаемся любовью. А есть также музыка вокруг нас, которая может тронуть нас до глубины души. Да, и очевидно, что эта музыка может привести к переменам. Но мне кажется, что это шутка. Я не принимаю эту историю всерьез. Вы не выглядите так, как будто вы обижены. Мне кажется, меня бы такое могло задеть. Это ведь секретно. Секретные операции. ЦРУ – это секретно. Все секретно. Возможно, я никогда в своей жизни не узнаю правду, потому что это так секретно. Но ты правда думаешь, что может быть какая-то связь с ЦРУ? Не знаю, верю ли я в то, что была какая-то связь. Я знаю совершенно точно, что внутри ЦРУ они рассказывают историю о том, какая тут связь. И вот чего я не понимаю. С чего они это взяли? Кто-то просто придумал ее? Или это получился такой испорченный телефон? Это, безусловно, очень интересная история. По ее мотивам можно снять отличный фильм. А вы не думали, что кто-то из других членов группы мог бы быть с кем-то связан в то время? Могло ли быть, что что-то происходило такое, о чем вы не знали? Нет. Клаус заранее говорил, что согласен выделить мне час для разговора. Время пролетело незаметно. Он улыбался. Он был немного в замешательстве, но в целом выглядел расслабленно. Я ждал, что это будет непростой разговор. Но, странное дело, казалось, что ему нравится говорить об этом. Сначала я не понял, почему его настроение поднялось, когда я стал задавать вопросы про ЦРУ. Почему ему так приятно говорить про это? Но затем до меня дошло. Люди спрашивали Клауса Майна про песню «Wind of Change» в течение 30 лет. Возможно, это радость человека, которому казалось, что ему задали уже все возможные вопросы про эту песню, и вдруг ему задают новый. А возможно, это радость взглянуть на себя с нового, секретного ракурса, думать о себе как о тайном агенте, стремящемся положить конец холодной войне, выполненная под заказ экшн-фигурка во плоти. Конечно, если ЦРУ все-таки была связана с песней «Wind of Change» и Клаус знал об этом, он бы также все отрицал. Он, скорее всего, говорил бы все то же самое, что и говорил. Но во время нашего разговора сконцентрировался и, словно оператор детектора лжи, следил за каждой его реакцией, каждым движением, каждым изменением тона голоса. Казалось, что он говорил правду. Мне так показалось. Удивительно. После разговоров со всеми этими людьми, правда, можно было подумать, что ЦРУ могло написать песню. То есть, что они были способны на это. И они наверняка сделали бы так, подвернись такая возможность. Если Клаус говорит мне правду, что он автор песни «Wind of Change», то может ли быть такое, что кто-то намеренно пустил этот ложный слух? Возможно. Я могу представить себе такое. А может, есть какая-то другая тайная связь между ЦРУ и песней? Могло ли ЦРУ, заметив, насколько мощная была песня, предпринять какие-то действия для ее распространения? В это я определенно верю. Но что меня по-прежнему тревожит, так это то, что чем глубже я погружался в первоначальную историю, тем более вероятной она мне казалась. Полдюжины бывших агентов подтвердили это без всяких сомнений. А еще реакция Роуз. Безусловно, ЦРУ использовала популярную музыку для своих операций по казанию давления. Они вполне могут заниматься этим и сегодня. Но если ЦРУ использовала песню Windows Change как оружие, мне не удалось доказать этого. Ну и опровергнуть тоже. Я оказался в странном тупике. Журналист во мне считает, что нужно оставить эту затею. И все же я никак не могу избавиться от ощущения, что что-то от меня ускользает. Когда мы связались с ЦРУ, чтобы рассказать им о подкасте и спросить о Скорпионс и песне Windows Change, они никак это не прокомментировали. К слову, помимо подтверждения каких-то и без того очевидных деталей, они не ответили ни на один из наших вопросов. И это неудивительно. Так что, в общем-то, обращение к ним нам особо ничего не дало. А вот Майкл по-прежнему убежден, что это правда. На днях он отправил мне большое письмо, в котором упрекает меня в том, что я недостаточно постарался. Есть еще столько людей, с которыми стоит поговорить. Нужно сделать еще столько запросов, прежде чем сдаваться. Конечно, он прав. Но в этом суть конспирологических теорий. Их невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Так что, если у вас есть силы и время, вы можете заниматься решением такой загадки до конца своих дней. Но если вы поставили ваше существование и пропитание в зависимости от системного анализа железнопроверяемых фактов, тогда кажется безумием желание гоняться за решением подобной загадки. И немного о текущем моменте. Когда каждый день приходится сомневаться в правде, начинаешь думать, что любая попытка разобраться в этой немного забавной истории значительнее, чем сама история. Все началось с Оливера, бывшего агента. Я думаю, что к концу нашего расследования я стал разделять безоговорочную уверенность Майкла по поводу Оливера. Я верю, что он встретил седобородого мужчину, который рассказал ему эту историю. Я просто не уверен в том, что сама история правда. Но это и не означает, что она полностью вымысел. Думаю, правдивая история могла измениться со временем. Такое случается со всеми историями. Забавно думать, что даже в ЦРУ ходят легенды про ЦРУ, что некоторые мифы передаются из поколения в поколение. Возможно, изредка какие-то из этих диких историй вырываются за пределы мира ЦРУ, выскальзывают из него и начинают жить в обывательском мире, где попадают к кому-то вроде меня. И начинается многолетнее расследование. Как же тогда сказал один из любителей экшн-фигурок Джо и Джо на их собрании в Дейтоне? Все это очень красиво, но настолько темно. В 2011 году, когда Викиликс опубликовала более четверти миллиона американских дипломатических телеграмм, одна из них была посвящена песне «Wind of Change». Это телеграмма из посольства США в Уламбатере, столице Монголии. Она датирована 3 августа 2006 года. Ее тема звучит так. Многотысячная толпа на главной площади требует перемен. В течение нескольких последних месяцев, как говорится в телеграмме, на главной площади в Уламбатере была проведена серия демонстраций. Люди протестовали против коррупции и требовали, чтобы монголы, а не иностранцы, получали выгоду от продажи природных ресурсов страны. Ночью 31 июля, говорится в телеграмме, и это цитата, «Площадь была заполнена до предела взволнованной монгольской молодежью. Сразу после полудня толпа начала кричать, требуя перемен, требуя «Wind of Change», если быть точным. Это скорпионс приехали в город, чтобы дать концерт». И Клаус начал петь эту песню. От памятника Сухебатору и Дворца правительства и до здания фондовой биржи словам песни вторило эхо, говорится в телеграмме. А затем в этой государственной телеграмме просто дан текст песни. Текст, который Клаус Майне впервые записал в тетрадь с Микки Маусом на обложке в сентябре 1989 года. Вдоль набережной Москвы реки я иду к парку Горького, слушая «Ветер перемен». Августовский летний вечер. Мимо проходят солдаты, слушая «Ветер перемен». Мир становится теснее. Разве мы могли подумать, что станем друг к другу так близки, как братья? Будущее витает в воздухе. Я чувствую его везде. Его принес «Ветер перемен». Мы всегда удивляемся, когда бываем на гастролях в разных отдаленных местах и видим, как много значит это для людей. Но у этой песни во многом уже своя жизнь, своя история. А теперь в ней открывается новая глава про связь с ЦРУ. В конце концов, эта песня вышла за пределы обыденной жизни. Это одна из тех песен, у которых свой путь. И ничего с этим не поделаешь. Ну что, отлично. Спасибо, что согласились встретиться. До свидания. Увидимся в Вегасе. Этим летом группы должны обладать серию концертов в Лас-Вегасе. Но выступления были перенесены, как и все остальное, из-за коронавируса. До свидания. До свидания. С этими словами Клаус Майне ушел. Мы с Генри предполагали, что Клаус наверняка после нашего интервью сразу же достанет телефон, позвонит своему куратору или доку Маги или кому-нибудь из членов группы и скажет, «Ты никогда не поверишь тому, что я только что сейчас слышал». Итак, мы ждали в конференц-зале, посматривая в окно, которое выходило на парковку, чтобы увидеть, что он будет делать, выйдя на улицу. Мы ждали 5 минут, 10 минут, 20 минут. А его Мерседес все стоял там. Он так и не вышел. Что он делал? Мы просто сидели там, волнуюсь немного. Я решил пошутить. Сказал Генри, что если бы это был фильм, то сейчас бы в дверь тихо постучали. Сюда вошла бы женщина, которая принесла нам эспрессо ранее, с пистолетом с глушителем, прикрытым салфеткой. Два выстрела, и мы бы были мертвы. Мы оба были немного напуганы. Но в то же время наш страх казался нам глупостью. К слову, это именно те чувства, которые я испытываю в течение последнего года. В конце концов, примерно через полчаса, Мерседес по-прежнему стоял на парковке. Тогда мы решили сами выйти. Мы спустились вниз по лестнице и вошли в лобби этого тихого уютного отеля. Клаус сидел здесь, в баре. Пил пиво. Он улыбался, разговаривал с другом. Я наблюдал за ним с минуту, пытаясь уловить какие-нибудь знаки того, о чем он на самом деле сейчас думал. Пытался расшифровать то, что происходит у него в голове после того, как он увидел, как много мне известно. Это, конечно, было невозможно. Как и не думать о возможном ходе его мыслей? Неужели какой-то глуповатый журналист проделал такой путь до отеля Кокингхоф только чтобы пересказать ему эту нелепую концепрологическую теорию, связанную с его самой известной песней? Или же он думал, что после стольких лет кто-то наконец узнал правду или крутится рядом с ней? Не означает ли это, что если правда откроется, то то небольшое, но совершенно конкретное место, которое он занимает в истории, будет пересмотрено? Определенно иначе для тысяч фанатов будут звучать первые строчки песни и свист, если вдруг выяснится, что это песня пропаганда. Но он мог думать и о другом. Я рассказал ему немного про то, как работает ЦРУ, про то, чем они занимались в прошлом, используя музыку, книги и кино, как они обращались за помощью к художникам и использовали разных агентов так, что те даже не подозревали об этом. И теперь он думал, как и я все эти годы. А что, если... Субтитры создавал DimaTorzok Ее полность велика Тем, кто ложится спать спокойно во снах Wind of Change — это оригинальный подкаст, выпущенный Пеннебл Стрит Студио с Кругит Мидиа и Спотифай. Ведущий автор серии — я, Патрик Радон-Кив. Старший продюсер — Генри Маловски. Помощники продюсера — Натали Брэннен и Бен Фейлер. Джон Лавел — наш редактор. Консультирующий продюсер — Майкл Штендер-Аурбах. Звуковой дизайн и сведение звука — Генри Маловски. В подкасте использована музыка Марка Ортона и Джона Хэнкока. Музыкальный руководитель — Джонатан Фаинголд. В качестве звукового сопровождения использована композиция «Дрифт» группы «Рататат», предоставленная компанией «Эксель Рекординг Слимитед» и «Монотон Инкорпорейтед», а также альбом «Сент-Еропин Киндейс» группы «Опиум Флёрт» и композиция «Спокойная ночь» группы «Кино», предоставленная студиями «Мороз Рекордс» и «Пир Мьюзик». Исполнительные продюсеры компании «Пеннепл Стрит» — Джена Вайс Бёрман и Макс Лински. Исполнительные продюсеры компании «Кругит Медиа» — Томми Виттер, Саравик и Сара Гайсмер. Исполнительные продюсеры компании «Спотифай» — Лиз Гейтли и Джейн Кламбер. При подготовке эпизода использовались материалы архивов «Ассажейтед Пресс» и «Сиспанту». Особая благодарность Джону Фавру, Джону Лавиту, Элисам Фалцетта, Ксении Барковской, Мэдис Бранкайзер, Эрику Менеллу, Кортни Хэральд, Чифи Едур, Джесси Маклэйн, Полу Спеллеру, Бьянке Гримшоу, Сайс Висканараша, Дженни Вайнер, Джастина Гадзаска и Лусине Феликс Киф. Перевод подкаста на русский язык осуществлен силами творческого объединения «Огонек». Русский текст читала Элина Тимковская. Спасибо, что слушали нас.